Сегодня у нас в студии заведующая сектором по опеке, попечительству и защите прав детей Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района Людмила Евтушенко. Людмила Сергеевна, ну вот акция сейчас проходит в Астраханской области, у детей должны быть родители. Я знаю даже, что вы и ваши сотрудники на прошлой неделе ходили по улицам города и информировали граждан. Я со своими коллегами регулярно провожу данные акции, проводим как на оживленных улицах нашего города, в различных государственных учреждениях, на предприятиях, выезжаем в населенные пункты нашего района, раздаем людям раздаточный материал, а также их информируем о том, каким образом можно получить заключение о возможности быть усыновителями, где можно пройти обучение в школе приемных родителей. Плоды этой акции, конечно же, налицо. С 2013 года обучение в школе приемных родителей прошли 213 человек. В этом году у нас обучение прошли уже 7 человек. Сейчас идет набор в новую группу. 4 человека выразили желание. Вот как раз во время этой акции, которую мы проводили на прошлой неделе, 4 кандидата мы нашли. Они у нас будут обучаться в августе. То есть находятся желающие, люди откликаются? Люди откликаются, конечно. И вот эти 7 граждан, которые у нас прошли обучение в 2019 году, одна семейная пара на сайте усыновите.ру уже подобрали себе двоих деток. Это брат и сестра из города Барнаула. Сейчас они получают у нас заключение о возможности быть усыновителями и полетят в город Барнаул, знакомятся с этими детьми. Им будет выдано направление, которое действительно в течение 10 рабочих дней. За процессом общения будут наблюдать психологи. И если родители примут положительное решение, детей передадут под опеку. Они их привезут, наши родители, в Ахтубинский район. И уже здесь мы будем заниматься вопросами усыновления. Потому что усыновление – это процедура довольно-таки длительная, и она происходит только в судебном порядке. То есть география этой акции весьма обширна. Очень обширна. Это не только дети из Ахтубинского района и Астраханской области. Со всей России практически. Да, со всей России. Кандидаты получают у нас после прохождения школы приемных родителей, получают заключение о возможности быть кандидатами в усыновители, либо в опекуные данные заключения. Действительно в течение двух лет с этим заключением они могут встать на очередь в любой орган опеки, в любом городе Российской Федерации. Даже можно стоять на очереди в нескольких местах. Но я рекомендую нашим гражданам, которые хотят стоять на очереди именно в Астраханской области, обращаться в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по адресу город Астрахань, улица Бакинская, 147, кабинет 111, телефон 667-987. Ну я знаю, что законодательство российское все время совершенствуется, какие-то новшества появляются. Вот как обстоит дело с законодательством по опеке? Вот как раз в Москве с 20 по 26 мая я была на курсах повышения квалификации на тему «Готовимся к новациям в семейном законодательстве». И занятие для нас проводила профессор, международный эксперт семья Галина Владимировна, а также доктор психологических наук Ослан Вероника Нисановна. Они нам рассказали о том, что в 2021 году планируется обязательное психологическое обследование не только для граждан, которые планируют принять детей под опеку, но также и для их членов семьи. Кроме того, планируется обязательное психологическое обследование всех опекаемых детей и всех детей, которые находятся в детских домах, не реже, чем один раз в год. Также, как говорят психологи, что эмоциональное полноценное тепло приемная мать может дать не более чем троим детям, и поэтому на законодательном уровне хотят, чтобы в приемной семье воспитывалось не более троих приемных детей. Кроме того, планируются изменения и в школе приемных родителей. Сейчас по семейному законодательству от прохождения освобождаются близкие родственники. Это бабушки, дедушки, родные, братья и сестры. Но на практике с чем мы сталкиваемся? Берет 70-летняя бабушка под опеку 15-летнего внука, и сразу начинается борьба поколений. Вот недавно на днях... Сладить с таким трудно подросткам. Очень сложно, очень. Пришел мальчик на днях, бабушка жалуется, конфликты, а он говорит, а бабушка ничего она в этой жизни не понимает. Она даже не знает, что такое Твиттер. С его точки зрения, да. Вы представляете, она не знает, что такое Инстаграм. И вот подросток жалуется. Но также у нас был на практике случай. Два года назад в поселке Верхний Баскульчак скончалась женщина. Остались двое детей. Семи и девяти лет. Выразила желание взять их под опеку родная сестра. Девочке 18 лет. По закону мы ей не отказали, но ей было очень-очень сложно их воспитывать. Потому что братья ее воспринимали не как приемную маму, а как подружку. И поэтому мы этой семье организовали социальное сопровождение. Психологи очень плотно работали с данной семьей. Ну, в общем-то, да, совершеннолетие, она же не дает жизненный опыт. К тому же человек в этом возрасте сам еще нуждается в опеке определенной. Родители знают, что как только детям исполняется 18, проблемы только начинаются. Я хочу сказать, что ваше учреждение, в общем-то, проводит довольно-таки много акций. Вот буквально недавно тоже прошла акция «Безопасное детство». Акция у нас всероссийская, называется «Безопасность детства». По информации Следственного комитета, за 2018 год на территории Астраханской области у нас из окон выпали 17 детей от года до 10 лет. Конечно, дети получили тяжелые травмы, поэтому я считаю, что это вина родителей. Я призываю все взрослое население нашего Ахтубинского района проверить москитные сетки на предмет детской безопасности. Кроме того, сейчас у нас лето, у детей всегда хорошее приподнятое настроение. Это отдых на речке, свежие овощи, фрукты, загар. Но лето оно таит в себе и немало опасностей. Поэтому я напоминаю о том, что в соответствии с законом Астраханской области нельзя детям до 16 лет находиться одним без сопровождения взрослых после 10 часов вечера в общественных местах. Кроме того, если ваш ребенок длительно, незапланированно отсутствует дома, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, потому что только нашими совместными усилиями мы сможем сохранить жизнь и здоровье наших детей. Ну что ж, я думаю, что это весьма полезная информация была для наших телезрителей. Мы вроде бы это и сами все знаем, но у кого-то же дети выпадают из окон, у кого-то дети убегают из дома. То есть все это происходит в нашей жизни совершенно реально и может случиться в любой семье практически. Спасибо за информацию, Людмила Сергеевна. Будут еще какие-то акции? Приходите, рассказывайте. Обязательно, обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова